Как собрать друзей Книга предназначена для чтения родителям и детям Странная шутка Время то несётся вовесть, опора никак за ним не успеть, то тянется еле-еле Все дела переделаешь и садишь сидим, от нечего делать, секунды считаешь Внучное время обычно проносилось со скоростью света Не успеешь проснуться и умыться, как уже пора бараша вдохновлять Кроша по личным манерам учить или к саму не бежать за новым рецептом заплетания косичек Но на этот раз день полз за скоростью длинного ленирового удава С самого утра Нюша ждала, когда он закончится И чтобы скоротать время, разгадывала кроссворд в своём любимом журнале смешайки Друзья, которые зашли тебе на чай, пять букв Скучающе промотала она Г-У-С-Т-И Влезла, да, кстати Прошло полдня, ещё никто не задумался проверить меня, спросить, как здоровье, свинство какое-то И отложив журнал, Нюша принялась глядеть в окно Если Нюша не тянулся, как удав, то день кроша летел, как стрела Разобыв ли этот чертёж сверхточного аппарата для изменения скорости, всего чего угодно Крош решил его смесить Крош решил его смесить, да Времени, как всегда, было воврез, поэтому аппарат пришлось немного упростить Теперь оставалось только проверить его в действии В качестве ассистента был приглашён верный ёжик Для начала решили провести испытания на деревьях Крош направил аппарат на цель и нажал красную кнопку Раздался громкий чпонг Из аппарата вырвался привязанный к резинке шарик И ударившись об ближайшее дерево, отскочил обратно Стрелка на датчике отказала на отметку ноль Скорость дерева! Ноль километров в час, ровил крош А почему? Почему? Забеспокоился ёжик Да потому что дерево стоит на месте! Объяснил крош и задумался Пора было приходить к испытаниям на добровольцах Добровольцам единоушно выбрали ёжика Чпонг снова выбрался на волю шарик Очень точно измеев сквозь ёжика сражённый этой точностью Ёжик упал на землю Ага, видишь? Ты решил со скоростью... Беспечного ёжика! Возыгрывал крош Ему как изобретателю было приятно, что ёжик настолько поражён его изобретением Дай! Кипел её! Помычал ёжик, потирая здоровенную шишку Он выхватил прибор и старательно прицелился в кроша Ха-ха! Сейчас ты получишь сквозь сверхукового колика! Изменяй! Подвоедом принятел крош прыгал туда-сюда, на поляне Но, видимо, упрощённый прибор не был рассчитан на изменение Кроша и Коликов. После двух минут прицеливания у ёжика задрожали лапы, а перед глазами забрыгали голубые круги. Он зажмурся и выстрел наугад. «А-а-а!» — раздался крик. «Безобразие! Ну вы совсем!» Механизм сработал прекрасно, хотя не совсем точно. Стрелка показала сквозь выглядывающие из окна Нюши. Кроша забрал у ёжика прибор, спрятал его за спину и кинулся на крик. «Ты в порядке?» — произнеслался Кроша, взволнованно обследуя аппарат. Рук не смеет сквозь выглядывающих. Он сломался, но механизм был в порядке, зато Нюша сломалась не на шутку. «Вы меня чуть не убили!» — простанала она и рухнула на кровать, предварительно сообщив. «Держите меня, я падаю!» Если здоровье барахает, его нужно быстренько дать ей заботливой крылья со мной. У неё любое, даже самое плохонькое здоровье станет как шёлковое. Поэтому Кроша с ёжиком водрузили обессильного ударом Нюшу на кровати и потащили её к Савунье. «Если будем ехать так миленно, всегда опоздаем!» С этого момента скорость Нюшиного дня резко увеличилась. Нюша продолжала лежать на кровати в трагической позе, но вокруг всё перемещалось. А вот у Кроша с ёжиком время замелилось. Обычно Крош допрыгнул до Савуни минут за пять, но теперь и поездка к доктору обещала быть долгой. От кроватной качки Нюша стала хуже, качались осложнения. А начались осложнения. На неё стали нападать приступы болтливости. Первый приключился рядом с домиком Копатыча. Медведь как раз окончил ежедневную полку и начал растапливать самовар. Но не тут-то было. «Привет, Копатыч, как дела?» «А я вот видишь, заболела!» Трагическим голосом сообщила Нюша, проезжая мимо. «Одна надежда на Савунью, как думаешь, поможет?» Отвечала она без остановки. «Ты видишь, я вам заходи, вдвух мне лучше будет!» Нюша хотел сказать ещё что-нибудь умное, но Кроша и Орган напились и выдохнули кровать на следующий холмик. Следующий сильный приступ напал на Нюшу, когда он дна приезжала мимо бараша. Поэт только что приступил к созданию своего нового шедевра, надел чайщику чая, открыв баночку лучших чернил и готовился отчаянно приняться за работу. Но в этот момент на пригорке показалось нечто вопящее, скрипящее, притящее. «Бараш, ты представляешь, я заболел!» Заранее закричала Нюша, но увидев узор с фенономией, поэт добавила. «Да ты не бойся, это не заразная болезнь! Да что, приходи в гости, пока мне разговаривать не запретили!» Бараш оторопела, кивнул, обморкнул перо в чай и, чтобы немножко успокоиться, гладнул чернил, а Нюша последовала дальше. «Да...» Любое, даже очень долгое дело, рано или поздно заканчивается. Не прошло и часа, как гружёная Нюшей кровать причаила к домику Саунди, когда я к тому, как всегда, активно махала гантелями. «Скорая помощь» приехала. «Вообще-то, Крош, ты должен был сказать, но тут, да...» «Скорая помощь» приехала. Вяло прогудел ёжик и превращал глазами для правдоподобия. Саунди практически... Промращал, да. Саунди практически оглядела странную компанию и уставилась на Нюшу пристальным докторским взглядом. «Нюша, ты что, заболела?» Поинтересовалась она уже, выкидывая диагноз. И только тут Нюша поняла, в какую скверную историю она влипла. Кататься на кровати под рыцарское сопение маленьких воючих животных здорово. А вот пить, а вот пить сауниной настройки и прикладывать примочки, ой, как неохота. Я не то, чтобы заболела. Просто появилась возможность покататься на кроватке, ну и грех было не воспользоваться. Попыталась оправдаться она, но не успела, потому что её день вдруг решил разогнаться на полную катушку. Ой, Крош с Ёжиком неожиданно поняли, что никакие они не рыцари, а самые настоящие лопухи. И обиженно отошли в соронку. Оставшаяся без поддержки кровать тихо скрипнула и, набирая скорость, покатилась с горы. Она катилась и всё быстрее и быстрее, а потом ещё быстрее, и наконец помчалась изо всех сил. «Ой, а я куда-то еду!» Закричала Нюша, хотя всё было понятно и без криков. Крош с Ёжиком мгновенно приняли решение. Кровать надо догнать, несмотря на то, что Нюша выедена. Взяли они, что ли, её сюда потащили. Приятели сорвались с места со скоростью гоночной машины, а вслед за ними рванулилась Савонья, успевшая за секунду нацепить за себя лыжи. Да, ты скрутой спуск. Ой, чуваки, а тем временем, если вы заметили на предыдущей картинке, лося шпином уже успели это, подняться от нагрева. Подпрыгивая, как за правский кроввой, Нюша уносилась вдаль. В голове у неё подпрыгивали мысли о том, что меленая жизнь ничуть не хуже быстрой, потому что она долгая. О том, что она не сказала барашу самого главного, что про ту вкусную конфету, которая лежит у него на столе. И о том, как она сейчас одинока. Увидев, что Нюша вот-вот попадёт из виду, Савонья решила действовать стремительно. Прицелил бросок и... Эспандер прочно зацепился за спинку кровати, а вместе с ним Савонья прихватила с собой... А прихватил с собой Кроша с ёжиком. Теперь позади кровати задорно подпрыгивали... Подпрыгивая, не срезы счёты пассажира. Крош даже ухитрился на ходу изменить скорость кровати. Он навёл аппарат на самую удовущуюся деталь мочащегося сооружения на Савонью и выстрел. Стрелка зашкаривала. Вообще-то в мультике он такого не смог сделать бы. «Потрясающая скорость для одноместной кровати...» Это он уже... Перед концом уже это он сказал, да. Крикнул Крош, демонстрируя всем показания прибора. Но никто не обратил на него внимания. Что ни говори, а когда день несёт с такой скоростью, толком ничего разглядеть не успеваешь. Следующим в списке приглашённых был Бараш. Кровать каким-то хитрым способом заорканила его с помощью Савонья. От неожиданности Бараш опрокинул на себя чернилицу и тут же подсинел. А пролетев сквозь какой-то куст, ещё и листьями покрылся. Последним к путинкам присоединился Копатыч со своим самоваром. Он пропал на кровать совершенно случайно. Просто перешёл улицу в неположенном месте. Ехать стало гораздо веселее. Дружная компания понеслась дальше, ломая кусты, продираясь сквозь чащи и подпрыгивая на кочках. «Кто-нибудь! Снимите меня с этой... С этого! Я не хочу больше кататься!» Вдруг решительно заявил Анюша и сделала попытку сойти. «Остановите, пожалуйста! Я слезу!» Гробко прошептал, прошептал. Но он закричал в мульфике. Ладно, вслед за ней Бараш. Но, приглядев на стремительно проносящиеся мимо луга, поля и леса, они задружно передумали. Нужно же в конце концов узнать, с чем кончится это путешествие. За секунду до. Вот это, вот это да уж. Кровать почти без потерь миновала лес, сбила парочку деревьев и устремилась прямо к розовому домику Нюши. Нюша в ужасе закрыла глаза, Копатич сцепился в еще горячий самовар, а все остальные истошно закричали. Вбежался финал. Не снижая скорости, кровать влетела на крыльцо и пробила стену, ворвавшись внутрь дома, резко затормозив, а стену остановилась. Савуни вместе с лыжами взлетела на люстру, Кроша с ежиком ударной волной зашвырнула на шкаф, а Копатич с Барашем и самоваром закатились в угол. На кровати могла удержаться одна Нюша. Вот что значит тренировка. Нюша, это как-то связано с твоей блезнью. Ты еще говорила, она не заразная, прорепетал Бараша, очувшись. Да не болею я, просто съехала с вами, чтобы пригласить себе в гости. И вот Нюша рационально спрыгнул с кровати, прорывшись в осколках домашней утвари, уродила уцелевшую чашку. Через несколько минут все дружно подтягивали аромат и напиток, уютно устроившись на обломках Нюшиной мебели. Один тоже успокоился и потрусил я рядышком небыстро и немедленно, в самый раз для вечера приятной компании. Слова и к смешаникам. Гости, они приходят к тебе в дом поболтать с тобой или просто повидаться. Может ты их пригласил, а может быть они явились незваные. Все равно, они у тебя в гостях, и ты, как хозяин или хозяйка, встретишь их, конечно, приветливо и угостишь разными вкусностями. А потом, когда сам придешь в гости, угощать будут уже тебя. Здоровье, когда у тебя ничего не болит, и ты себя хорошо чувствуешь. Если ты здоров, у тебя настроение хорошее, хочется бегать и прыгать. Здоровье надо беречь, чтобы оно было крепким. А если здоровье слабое, укрепи его с помощью закаливания. Иначе можно заболеть. И придется к врачу идти, чтобы он здоровье тебе вернул. И измерять, подсчитать что-нибудь в числах. Все что угодно. Скорость, длину, высоту, силу, вес. Только нужно измерительный прибор иметь. Например, линейку. Измерить ее длинную веревку и узнать, что длина веревки целых 10 метров. А потом, измерить в короткую нитку, удивиться всего 3 сантиметра. Притворяться, делать вид, вести себя не совсем правдиво. Например, Нюша захотела, чтобы ее навестили. И сделала вид, что заболела. Притворилась больной. Как я же смутился. Но кем бы Нюша не притворялась, она все равно Нюшей останется. Поэтому часто притворяться не надо. А то все привыкнут, что ты притворяешься. И верить не будут. Проведать. Сложное слово. У него много значений. Проведать значит узнать о чем-либо совершенно случайно. Например, проведать о том, что Каркарыч из путешествия вернулся. И рассказывает о своих приключениях. И каждый поспешит Каркарыча проведать. Зайди к нему в гости, навестить и расспросить обо всем. Скорость. Быстрота движения. На большой скорости несешься, как молния. А на медленной тащишься, как улитка. Если ты что-нибудь очень медленно сделаешь, тебя могут поторопить. Скорее! Но ты лучше двигайся со средней скоростью. Потому что если помедлишь, успеешь мало. А поспешишь, всех насмешишь. Что мне теперь на полу спать? Да, нужен новый технический кровать. Кровать самоходная. Возьми три пустые коробка. Я как Пин сказал. Возьми три пустые коробка из-под спичек и склей их, как показано на сумке. Получилась деталь 1. Возьми коробок, вынь из него коробочку. Для спичек и в центр бокового ребрышка вставь маленькую пружинку. Её можно достать из старой авторучки. Внутри коробка... Какой коробок? Внутри коробка... Пружинку загни. Закопи пластилином и аккуратно вставь в коробочку обратно. Теперь будем делать абажур. Возьми половинку пластмассовой коробочки от шоколадного яйца и проделай в ней маленькую дырочку. Надень абажур на другой конец пружинки и закопи его пластилином. О, коробок с абажуром приклеек и боковой части первой детали. Как показано на рисунке с другой стороны, прикрепи обычный коробок. Спички, а спинки, кровати готовы. Изратавляй ножки с колёсиками. Возьми два коробка с каждой... И каждый проткни насквозь проволокой так, чтобы концы торчали наружу. Примерно на 2-2,5 сантиметра. Затем возьми 4 крышки от пластиковых бутылок. Проделай в себе две дырки и надень на колонки, на проволочке, чтобы колёса не сплетели. Проволку нужно загнуть. Осталось только приклеить ножки с колёсами. Красно... красно одной детали. И самоходная кровать с абажуром готова. Ой, какой ящичек милый, положу вот это зеркальце. Это для самого нужного в дороге для аптечки или огнетушителя. Надпись «Крышка», «Колесо», «Коробок», «Проволока», «О» с осью. Ну, это всё.